кнопка бабло в кавычках нет а стоит ли заходить торговать ну надо еще подождать самые топовые ниши просто выжигают этот рынок на складе не успевают разбирать товар и просто лежит в куче друзья всем привет это очередной выпуск mp news с вами я иван привет с вами алексей и сегодня мы будем говорить про черную пятницу на вб про то сколько денег принес озону его проект и еще много интересных новостей поехали самая первая новость которую бы я хотел разобрать это вб выкатил новый вариант цифрового сервиса можно сказать опять где можно продавать свои услуги в том числе и самозанятым что думаешь это кайф или попытка отжать долю рынка у авито кстати интересно а если поподробнее немножко что это за цифровой сервис насколько я знаю там только что-то с утилизацией утилизация кстати это тот пример который вб нам сам продемонстрировал это как бы их не услуга я уже нашел один товар я сейчас его расшарю с андрей на вб можно сейчас купить методическое пособие по заработку на wildberries за 250 рублей почти задарма интересное что уже целых 11 отзывов у этого методического пособия такие мои обижаете а это как выглядит сервис образования вот тут что-то с пандой за 1 рубль можно купить ну мне как-то этот формат напоминает жалкое подобие какого-то кворк или что-то такого очень похоже не знаю что-то мне кажется вб до этого тестировал что-то похожее они пытались уже это запустить видим у них не очень получилось это вот вторая попытка но блин я не знаю какая-то беда беда но судя по количеству покупок покупок по оценкам и по количеству отзывов это потрясающий сервис это и тех это и тех которые мы заслужили блин ну слушай хоть стой хоть падает ну печально как-то на это все смотреть вроде бы такая огромная площадка wildberries да это огромный marketplace у него огромное количество трафика но видимо там привыкли покупать другой товар какие-то шмотки но не но не вот не услуги дело в том что они же разделили они свою цифровую платформу они разделили от платформы своей основной и теперь как бы говорят что да ребята вот у нас есть вот такая вот аудитория она достаточно большая и мы попробуем в новости просто обозначить что ребят пожалуйста приходи покупай вот а пока что покупая люди особо не придумали но я уверен что на следующей неделе мы загрузим потрясающее pdf руководство как победить в элдерис и сделать миллион долларов буквально за одну неделю покупайте цена со скидкой будет всего лишь полтора рубля и здесь надо сказать это и ребят это юмор а то сейчас многие ломанутся в поисках кнопки бабло я думаю в б надо какую-то коллаборацию с разными блогерами чтобы блогеры привлекли ну продавали свои продукты там и вот тогда она живет а спонсором сегодняшних новостей у нас money play сервис аналитики всех marketplace of ссылочка будет в описании и также там будет инструкция как им пользоваться следующая новость как ты думаешь какое первое правило селлеров после завоза товара на marketplace что нужно сделать первое правило не ссать но это да это по дефолту а дальше какой вот товар привезли что нужно сделать сделать сама выкупы почти я хотел ну короче я имел ввиду все таки отзывы до отзывы это наше все когда товар нулевой без отзывов его как бы вероятность что купит меньше короче озон решил возглавить эту историю и разработал решение которое самостоятельно формирует компанию для товара у которого меньше десяти отзывов алгоритм самостоятельно рассчитывать бюджет для получения первых десяти отзывов продавцу нужно только нажать на кнопку это типа нормальный ход кнопка бабло или это все-таки просто они хотят пытаются как-то вовлечь новых селлеров чтобы они пользовались их рекламой у озон есть отличное количество большое количество маркетинговых инструментов в том числе и касаемо отзывов это отзывы за баллы и в зависимости от того какой бы отзыв хотите это текстовые либо с видео либо с фото вы разное количество этих баллов предлагаете своим клиентам ну а баллы это собственно скидку которую вы потом в деньгах можете получить на покупку следующего товара но возможно не все этим умеют пользоваться я ну точно знаю что на озон несмотря на то что там крутые маркетинговые инструменты даже рекламы не все пользуются потому что это ну супер сложно либо супер дорого для кого-то и касаемо отзывов озон заявляет что от 30 процентов конверсии увеличат именно в оставление отзывов и они почему-то сделали порог именно до 10 отзывов то есть интересно если у меня 11 отзывов я могу воспользоваться там скорее нет вот но для начинающих селлеров которые только что вот пришли со своим новым товаром достаточно нажать одну кнопку не разбираться во всей этой суматохе с такие-то другие-то третьи отзывы собственно и получить первые продажи получить первые отзывы ну на мой взгляд это супер актуальная тема если вы помните как бакальчук рассказывал в своем последнем интервью про то как нужно начинающим заходить на wildberries это потрясающий инструмент просто заводите одну новинку каждую две недели и это работает в кавычках нет подрезюмировали кстати озон поделился результатами по своим а по своей компании за третий квартал и показал нам оборотку сто восемьдесят восемь миллиардов и как ты думаешь вышел ли он в плюс по и беде слушает но понимая что все таки это озон думаю нет по и беде он показывает нам 1 и 6 миллиарда и это уже как бы ну и беда это до вычета налогов до вычета до распределения дивидендов и до всего таких вот вещей и вроде как несмотря ни на на то что даже там у него и склад сгорел ну видимо был застрахованный в итоге все равно как бы плясует слушай но это радует на самом деле платформа озон ну мне нравится как они развиваются как они работают с селлерами даже несмотря на то что они инструменты некоторые вводят противоречивые но те же самые трафареты селлеры на них все жаловались потому что увеличилась доля рекламных расходов но исходя из последних отзывов которые сейчас есть оно стало работать лучше и кстати вам ну небольшой секрет о котором все уже знают на самом деле чтобы работало лучше делайте seo в том числе и для карточек на озон потому что при рекламе в трафаретах в частности слова подтягиваются в том числе и записание а если вы не рекламируете свой товар никаким вот образом а надеетесь на органику ну тогда заговор вам такой специальный для продаж просыпаетесь ночью встаете открываете форточку и кричите халява приди говорят еще со времен студенческих некоторым это очень сильно помогало слушай я сразу вспомнил что это сейчас появились видал новый стикер пак вот этих стикеров для селлеров там есть кнопка бабло большая маржа и что меня удивило самые первые это всякие магические рецепты по выходу в топ это зелье для привлечения клиентов ну понимаешь здесь прям полноценно все попахивает такой метафизикой я вот это не очень люблю на самом деле как ты думаешь это потому что большинство селлеров реально в этого все верит или это такой стек я думаю большинство селлеров они не понимают каким образом можно повлиять на свои продажи они смотрят ролики говорят вот сама выкупа они работают они как-то пробуют у них не работает вот реклама она работает они открывают рекламный кабинет вб добавляют свой товар делают ставку который рекомендует вб все деньги пропадают куда-то и она не работает но при этом они же видят что она работает соответственно они понимают чего-то им не хватает а им не хватает самого важного это стикер стикера заговор на бабло надо чтобы эти стикеры знаешь еще распечатывать и клеить на коробке такие будут заговоренные коробки чтобы там вот знаешь приемщик принимает такое на складе о эта коробочка будет хорошо продаваться обязательно познаем ее как можно ближе для того чтобы можно было достать как можно чаще и отправлять всем клиентам а что заказали у вас куртку а вы им со стикером бабло шапку очень удобно кто-нибудь да согласится да ну шутки шутками а на этой неделе на точнее на уже на прошлой неделе на садоводе был пожар на позапрошлой неделе пожар был в алматы тоже в таком же торговом комплексе и что отсюда можно какой сделать вывод не попахивает ли это тайным заговором селлеров у которых куча претензий к вб первое это попахивает тем что скорее всего карга быстро работает то есть пожар буквально за сутки попал зачем за неделю доставили из астаны в москву это очень хорошо хорошие сроки на таможне не задержали второе попахивает дымом но тут уж извините это очевидность вот а третье господи мы же с вами были на садоводе кстати напишите кто из вас хоть раз был на садоводе и покупал там какой-то товар для продажи на маркетплейсах мы же с вами видели что там собственно о пожарной безопасности речит как бы и не идет там целом как бы о безопасности речь не идет а что касаемо пожарки вот и понимаешь если этих рынков не будет то где же товар то тогда брать удивительное дело что ну кстати мы же говорим ладно сейчас скажу мы на своем курсе говорим где можно искать товар не только на садоводе и на люблино и удивительно что он есть еще и в других местах для некоторых супер удивительно у вас есть большое количество поставщиков которые не находятся на этих рынках но хотя бы просто потому что небольшие поставщики которые что-то привозят из китая они не готовы платить по 300 600 там тысяч рублей за аренду контейнера на садоводе вот и они находятся где-то в других местах я сам свое время когда продавал товар на авито арендовал офис небольшой и рядом с нами были какой-то там опт условно говоря у них там 20 квадратов это ребята которые привозили товар из китая и распродавали их этот товар свой оптом для тех кто реализовывал в розницу на авито так что таких поставщиков их достаточно много вот просто вы о них не знаете а вы о них не думаете а они в том числе кстати и на авито размещаются просто можно набрать свой товар написать оптом и там огромное количество таких поставщиков у вас появится ну правда но если мы говорим про marketplace и это не одним рынком он жив все-таки таки интересно потому что по поводу рынков многие находят товар и там покупают закупаются а многие то туда же приезжает на эти рынки и не могут найти по достойной цене чтобы торговать вот прям реально интересно ваше мнение дорогие зрители под этим видео пишите потому что мы читаем и у нас рубрика вопросы от подписчиков и первый вопрос адресован да если рубрика нравится то ставьте лайки и пишите комментарии короче первый вопрос он тебе адресован прям сердечко такое написано только узнал про 60 знаков заголовки стоит ли менять стоит ли теребить свою карточку которая как как-то приобрела уже семантический вес если мы говорим про заголовок 40 60 или 100 символов то но в целом заголовок в приоритете можно ли добавить туда еще дополнительные 20 символов ну добавьте частотных хороших приятных запросов а но если эти запросы у вас уже есть в семантике одну в вашей карточке как вы это можете увидеть с помощью сервисов аналитики да если эти запросы уже есть то смысла какого-то теребить я не вижу вот а если вы хотите добавить что-то частотное важное нужное для вашего товара ну конечно добавьте повлияет ли это как-то на то что все сбросится все сломается но есть такая вероятность что на пару дней какие-то ключи отвалятся но после допустим повторной индексации от wildberries она все вернется на свои места а если у вас есть продажи само собой а если у вас карточка и так мертвая была если вы добавите еще 20 символов и после этого делать ничего не будете ну это вот вам стикер пак заговор для бабла поможет больше да говорят помогает говорят еще такой комментарий был люсьен иванова я думаю ты он тоже читал мы как раз прошлом видео спрашивали вот акция и вот вы участвуете в ней или не участвуете и люди много на самом деле написали почему они не участвуют кто-то участвует на самом деле и один мне вот прям приглянулся почему же мы не хотели заходить в акцию это риторический и ира иронический вопрос товар продается за 1900 и причем хорошо продается и знак всклицания вб говорит поставь цену 855 рублей но дальше троеточие и как бы мы улавливаем месседж до что товар вроде хорошо продается но но вб просит сделать цену в два раза дешевле вот такая вот история я понимаю и один из товаров вот которые сейчас я вижу наблюдаю это вот шапки в частности со снудами и там была история просто один в один такая же что изначальная цена там было 2000 рублей и все равно в элберис захотел 600 рублей каким образом и за какой месяц он взял эту цену ну к сожалению неизвестно да сейчас они об этом не пишут участвовали ли мы в акции после этого ну конечно же нет что делали включили рекламу внутреннюю продажи плюс-минус сохранились от того что было до акции и всегда есть у вас определенный выбор то есть вы должны посчитать вообще ну нужно или не нужно если есть возможность конечно же заходите мы сейчас видим что вот мы сейчас вот по одному из товаров в черной пятнице и заказы отлично то есть нет претензий абсолютно никаких вот но при этом мы также там рекламой поддерживаем для того чтобы ну их стало немножко все таки побольше только на акцию рассчитывать никакого смысла нет если вы никакими способами продвижения не пользуетесь кроме снижения цены участия в акции то есть большая вероятность что настанет тот период когда вот как бы как в данном случае все цена закончилась мой товар на в себе стоимости там 600 рублей а в б говорит продавая за 600 просто так участвовать в акции в минус ну я не вижу никакого смысла только если у вас нет какого-то хитрого плана и вы этого плана придерживаетесь вот так что не не все акции нужны для того чтобы в них участвовать но стараться в них участвовать это дает ну дополнительный boost плюс спп который сейчас как вб говорит будет давать только для товаров в акции но я бы вообще бы порекомендовал на самом деле сделать одну очень сложную задачку прежде чем ее сделать надо реально очень сильно подготовиться речь идет об отчетах комиссионера это те отчеты которые мы получаем по понедельникам и в этих отчетах как раз написано по какой цене был товар продан и какие были комиссии причем там комиссия маркетплейса и комиссии спп и вот мы постоянно эти отчеты анализируем вот с тобой прошлый раз тоже смотрели мы видим особенно мы это видим по самовыкупом тарам-пам-пам да вот здесь в которые делаем если что мы их не делаем да 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 мы их не делаем конечно же не делаем но ушки на макушке сейчас прислушаются они получаются в плюс при условии что есть как бы дотации определенные по налогам не шесть процентов а один и вам еще доплачивает в б и это стикер пак кнопка бабло именно по этой причине как мы понимаем вб блокирует в выплаты до на несколько недель а именно где-то на три недели чтобы эти деньги селлер не мог забрать потому что есть риск что это сама ну как бы клиент потом вернет товар а селлер деньги забрал и все и пиши пропало этот заработал это заработало вб в минусе вот такие вот штуки но если вы посмотрите как ваш товар участвует в акции мы просто сравнивали да наш товар не попадал сначала в акцию потому что это была новинка и там были просто конские комиссии вб но реально не там конский там сколько 20 чем-то процентов а вот когда и мы видим там большая сумма была в виде комиссий а вот когда в акции уже зашли мы видим что в принципе у нас прибыль то она как бы еще больше стало за счет вот этих всех пересчетов поэтому это мой рекоменда сьем до таблички обязательно нужно ввести если вы заходя в акцию не можете посчитать сколько вы денег получите зайдя в акцию или сколько вы денег потеряете то кнопки бабло вам не видать да и еще кстати ребята те кто писали в комментариях под прошлым видео где ссылка на таблицу вот на этой неделе вот должна должно выйти видео и мы подготовим как раз все таблицы в которых мы сами делаем расчеты поэтому в инстаграме это увидите в телеграме в моем не пропустите да там будет очень жарко и круто да извините что кому-то не ответил идем дальше у нас же еще представляешь какая новость то 13 и 7 десятых миллиардов рублей как ты думаешь что это за цифра 13 и 7 десятых миллиардов рублей не знаю даже у меня только шутки за 300 поэтому что это за новость это похоже такой знаешь из этих из видосов навального знаешь когда какого-то коррупционера раскрывает но это не об этом речь идет про деньги которые в адрес инвестировал скидки то есть вот только что мы с тобой говорили про спп и вот эти все спп как я понимаю составили в общей сложности 13 7 миллиардов это только по итогам акции всемирного дня шоппинга слушай я не знаю либо у меня просто кача взаимосвязь нарисовалась а может быть реально вы бы как-то деньги отмывает за счет этих спп шик ну да явно не за за счет того что люди продают свои цифровые товары на цифровой платформе да да они просто чё-то от балды сделали наняли какую-то команду знаешь тех программистов которые остались в россии они там чё-то наковыряли и пошла бежуха слушай но прикольно на самом деле ну давайте так откровенно в элдис сейчас платит достаточно существенно в плане скидки спп ну давайте правда если так получилось и так звезды сошлись и стикер пак вы скачали и кнопку бабло нашли а если вы делаете верно продвижение 2 в элдерис еще будет доплачивать за то что вы продвигаете свой товар у него на платформе но это супер круто как бы ну как бы в элдерис не терял или получал какие-то дополнительные преференции с этого мы же не знаем экономическую подоплеку всего этого но этим можно пока пользоваться мы вот ждем с нетерпением на самом деле когда будет вот этот очередной бонус за рост продаж вот я знаю что большинство из вас хейтит эту историю потому что с чего это вдруг я буду на 10 процентов больше продавать но если грамотно правильно посчитать все в табличке если спланировать продвижение если спланировать рекламные кампании то это очень хорошая кнопка бабло так что вот ждем я думаю не в четвертом квартале но как минимум в первом квартале следующего года нет терпением да кстати я хочу тоже в течение двух следующих недель сделать записать видео где как раз немножко вот разжевать эту тему на цифрах видео будет не для всех это сразу говорю это будет мой любимый формат когда я сижу с цифрками то на это что я люблю делать и мне хочется посмотреть на самом деле на вот этот путь для крупных селлеров это все понятно вот эти все акции это круто и большинство в них зарабатывает а вот мелкие селлеры у которых возможно там всего лишь один товар там есть вопросы на самом деле поэтому возможно и много хейта ну что у нас сейчас черная пятница черная пантера вышел фильм недавно хочу сходить человек у нас москве из черных пантер осталось только черная кошка пойдем жегловым и шараповым под пивко смотреть ну так вот черная пантера наступила на этой неделе и очень сильно бустанулись продажи а на следующей неделе озон тоже запускает свою черную пантеру и а ничего они вот яйцами меряются знаешь как-то или но просто у в б же не должно их быть это же все таки ягодки но как ты думаешь мне нравится наблюдать периодически как они конкурируют между собой блин конкуренция это супер круто на самом деле и у нас есть достаточно большое количество маркетплейсов для такого небольшого рынка ну представляете у нас есть файл без нас есть озон у нас растет сбер мегамаркет у нас яндекс уже на четвертом месте был раньше на третьем и вот даже алиэкспресс места не хватило хотя они супер огромные у нас есть супер большая конкуренция на внутреннем рынке и благодаря этому мы получаем вот эти вот там 13 миллиардов туда 20 миллиарда миллиардов сюда черные пятницы туда то есть выигрывают как покупатели до которые получают ну какие-то низкие цены да но все-таки когда в элберис говорит 1900 рублей сделай 600 некоторые 600 сделают и покупатели получат супер низкие цены вот а селлеры которые ну как-то помудрив похитрив зайдут как-то в акцию получат и супер классные классное продвижение и супер интересные преференции еще и в элберис будет доплачивать за то что вы товар свой размещаете так что я за то что вот такие штуки происходят понятное дело что когда настанет декабрь и когда будут эти акции каждые три недели снизить на 30 процентов стоимость товара мы немножко по-другому заговорил мне так кажется но вот на данный момент есть плюсы в этом поэтому ребята если вы продвигаетесь только с помощью акции подумайте о том что есть другие способы продвижения допустим не обязательно сама выкупа это внутренняя реклама хорошо работает второй внешний трафик есть способы чтобы получать его и делать это достаточно недорого поэтому займитесь пожалуйста своим в том числе образованием в плане маркетинга в плане того как привлечь клиентов на свой товар прошли уже те времена когда вот этот головой в клавиатуру айфоном щелкнул и пожалуйста миллионер через неделю да вот наступает время когда нужно немножко подумать наступает время когда вот это вот люди которые я сам с 20000 рублей стал миллионером вот мои заказы эта вся тема будет в прошлом это вам бабушка и дедушка уже будут рассказывать вот люди которые сейчас не хотят учиться не хотят развиваться в этом направлении но у вас один только конец такой же конец как у 80 процентов селлеров которые зарегистрированы на выбор все а это это значит спокойная жизнь без нервов приятная и слово акция твой адрес у вас вызывает только позитивные эмоции они желание упасть в обморок в никоти ой господи в кортизольном обмороке в общем все ссылки в описании я подрезюмировал у нас это мы ни разу не говорили про фбс в новостях и вот и вот и вот появился повод это мне прислали в личном сообщении на складе не успевают разбирать товар и просто лежит в куче через неделю или две когда руки доходят у склада кучу разгребают и как невостребованный товар возвращают на пвз продавцу это же проблема эта проблема на самом деле и эта проблема нет это право адрес да сейчас вы написали да эта проблема не только в адрес но эта проблема в том числе его озон если вы продаете на озон вы ну сами видите что как и отгружаете по фбс что там и личный кабинет падал и заказы которые вам поступали они там иногда до дня до полутора вас просто не не отображались вы не могли их отправить вот есть такая тема и плюс мы видим после черной пятницы в частности с wildberries сроки доставки увеличились у товаров их очень долго обрабатывают несмотря на то что у нас находится товар на московском там нормальном складе все нормально со скоростью но сейчас если настраивать примеру там рекламные кампании он показывает что у вас срок доставки 35 часов они как раньше было 22 часа и поэтому здесь вы показываться не будете но это вот как раз минус всяких вот таких вот огромнейших всплесков а-ля день шоппинга международный или там черная пятница ну ничего будем как-то переживать эту историю да мы живем не в идеальном мире здесь очень много траблов случается и с этим как-то надо жить и ну можно все это дело ругать а можно просто подстраиваться я вот когда был в германии наш и без знания немецкого языка просто для меня это такой момент был мне как раз немцы говорили что такое flexible который подстраивается знаешь вот есть обстоятельства они мне говорят там принеси ведро я несу швабру но я там как студент ездил и когда вот вот такая такой вот момент наш вот накаленные отношения были и ты вот когда подстраиваешься к любой сложной ситуации тебе гораздо проще становится и все-таки давай оденем может быть розовые очки сейчас потому что этот раз очки бэтмена это же запретили сейчас же там про радугу то это всю историю как все нельзя розовые очки и бэтмен ассоциация компании интернет-торговли акит сообщает о том что объем интернет-торговли россии с января по сентябрь вырос почти в полтора раза год к году то есть этот анализ look alike это к вопросу а стоит ли заходить торговать и достиг три с половиной триллиона рублей при этом он сохранил те же темп роста что и в первом полугодии короче самые топовые ниши электроника бытовая техника мебель и товары для дома одежда и обувь продукты питания товары для красоты и здоровья вот такая вот история еще они короче ожидают что вот как бы в третьем в четвертом квартале будет еще как бы как понятно к новогодний рост и еще полтора триллиона добавится в этот весь котел так вот рынок растет оказывается все хорошо да и на вопрос людей да не поздно ли заходить пока что не поздно люди которые два года назад приняли решение часть из них они сделали правильные действия и сейчас неплохо себя чувствуют люди которые выходили полгода назад часть из них уже меньше она не тоже сделали результат люди которые выходят сейчас еще меньшая часть из них у них все получится но с бюджетом уже допустим там 100 150 200 тысяч рублей уже будет супер сложно а те которые ждут ну надо еще подождать с любыми бюджетами мне кажется будет непросто я вот даже мы с тобой на прошлом зуме с нашими студентами общались и увидели что в принципе где-то там соточкой можно протиснуться и незаметно зарабатывать просто я к чему знаешь подумал вроде бы рынок растет но на этом рынке уже образовываются акулы причем как крупные так и не очень так средненькие акулы которые пытаются захватить завоевать просто свою долю рынка и и вот я думаю что вот это сложность с которой столкнуться те кто не имеет просто опыта в интернет торговле ну это вот мы ведем консалтинг ведем производителей они на своем рынке там биту уби битуджи да там с государством работает и так далее они себя чувствуют комфортно там скорость но она такая вальяжная там можно позволить себе проебываться но на вб как бы нельзя такого если ты просто но проебал какую-то новость все ты потерял деньги и поэтому как бы внимательность и компетентность это сейчас наверное базовые такие вещи кстати у меня скоро выйдет видос брал интервью артур короче фамилию извиняюсь не помню у них оборотка почти миллиард уже на вб и вот мы зависит там вот этот подкаст приходим к выводу что рулит все-таки в торговле математика только математика я на примере скажу вот касаемо маленьких ниш вот и затронул что до сих пор можно выйти в маленькие ниши зарабатывать там деньги я немного поработал с госзаказом и в год заказ он намного раньше чем marketplace и там нам намного более отжатая история и есть поставщики крупные которые забирают абсолютно все мелкие заказы две тысячи три тысячи пять десять пятьдесят они просто выжигают этот рынок да где-то они не зарабатывают где-то зарабатывают там хорошие иксы но по факту мелкому поставщику в год заказ в год закупки зайти сейчас ну супер сложно то же самое на wildberries сейчас есть ниши и мод на последнем зуме как раз одну из таких разбирали куда можно зайти реально соткой и зарабатывать ну сколько у него ну пятьдесят тысяч рублей со 100 тысяч рублей оборота но это же супер круто и такие ниши есть но они есть пока что потому что когда мастодонты огромные ребята заберут крупные истории плане одежды в плане товарки в плане электроники то новые селлеры даже с оборотами там с бюджетами в для входа там 5 миллионов 10 миллионов они вот здесь будут очень плохо себя чувствовать но потому что как с 5 миллионами оборот бороться с чуваком у которого 100 миллионов да он тебя в любом случае и по цене прогнет и все что угодно сделает поэтому они будут забирать ниши все меньше меньше и меньше просто будут иметь тысячу карточек и забирать там тысячу ниш да это сложно да требует людского какого-то огромного ресурса но они будут с этим работать и ну когда это будет мы не знаю может через полгода может быть через год поэтому ну пока не поздно если у вас горит желание надо пробовать просто потом для вас это будет супер неактуально скажите блин вот смотрели мы новости как-то вот иван с алексеем нам что-то там говорили почему же я не попробовал ладно завод тоже неплохо ну что ж на этом у нас все новости спасибо вам что вы были с нами спасибо что вы пишете свои комментарии под этими видео с новостями мы их читаем и в следующем выпуске расскажем самые интересные комментарии ну что до встречи до следующей недели всем пока и хороших продаж